В эфире нашего телеканала новости региона в студии Михаил Меньшанин. Здравствуйте! И вот коротко о главных темах этого часа. Вторая волна коронавируса больнее всего ударила по котласу. Местная больница переполнена. Уникальные кадры из эпицентра пандемии. Неосторожное обращение с главная причина возгораний. В регионе подвели итоги пожароопасного сезона. Фонари есть, света нет. Улицы Архангельска снова погружаются во тьму из-за нехватки освещения. Разбираемся, будет ли светло этой днём. Заболевших новой коронавирусной инфекцией с каждым днём становится всё больше. Сложная ситуация складывается в котласе. Больница переполнена. Пациенты, среди которых молодёжь, старики и даже медики, размещены в палатах и в коридоре. Наши коллеги из котласского телевидения получили редкие кадры из ковидного отделения, сделанные врачом-анестезиологом-реаниматологом Марией Сердюк по согласованию с главным врачом больницы. То, что творится там, заставит задуматься каждого. Столько пациентов в котласском инфекционном отделении ещё никогда не было. Обстановка здесь напоминает военный госпиталь. Большинство людей даже не могут самостоятельно двигаться, говорить, есть и дышать. На сегодняшний день в инфекционном отделении лечится 320 человек. Ещё вчера их было на 50 меньше. И из-за такого количества поступающих пациентов приходится класть их в коридор и организовывать им там кровати. Но, несмотря на это, каждый пациент своевременно получает терапию от ковида. Времени 12 часов. Рабочий процесс ещё идёт. Пациент не закончен. Медики очень устали. Сколько вы в день обслуживаете больных? Вот сейчас на втором этаже 100 пациентов. И вы одна. Я одна. У меня просто две руки. Я бы готова 4 руки себе сделать, но пока только 2. Уколов приходится выполнять очень много. Фарагминов каждому это будет 100. А максиклавов 50. Если умножить на сутки, то это будет 150 уколов. Цифтриаксонов 23 человека. Там нужно тоже по два флакона. Значит, 46 получается в сутки. Капельниц тоже порядка 30-40. Дексаметазонов очень много приходится делать. То есть не приседаем абсолютно. Я работаю на две ставки. Получается, что каждый день, и через день, и каждую ночь. Работы очень сильно прибавилось. Работы хватает теперь и в реанимации, и в отделениях. Очень часто вызывают на консультации. Очень много тяжелых пожилых больных. Наверное, в худшую сторону все поменялось. На данный момент в реанимации 10 человек. Шесть из них на аппаратах ИВЛ. Все с ковидом. Аппарат ИВЛ у нас в хорошем состоянии. Докуплены новые мониторы в экстренном порядке. Ими оснащена в большей степени реанимация. А также в достаточном количестве они есть и в инфекционном отделении. Если с аппаратами ИВЛ в ковидном госпитале проблем нет, то коечный фонд оставляет желать лучшего. Мест нет. Нет совсем. И больным ничего не остается делать, как смириться. И получать лечение в коридоре. Если повезет на кровати, а если нет, на кушетке и даже раскладушке. И даже на такие больничные условия пациенты не сетуют. Самое страшное уже позади. Пик своей болезни они вспоминают как самый страшный сон. Всем, 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 кто не верит в то, что его нету, его не существует, зачем нам все это нужно. Сразу говорю, очень тяжело. У меня проходило очень тяжело. Я начала спать дома. У меня 9 дней была температура. 9 дней? 9 дней была температура. Мне были прописаны лекарства. Я все, естественно, принимала. Но улучшение не наступало. Улучшение не наступало. Дышать становилось все тяжелее. Температура поднималась до 38,6. Я ее сгоняла. Она снова поднималась. Было очень тяжело. Дышать становилось все тяжелее и тяжелее. Я задыхалась. Я не могла дойти буквально до кухни. У меня тут же началась отдышка. И я уже не выдержала. Не особо испугался, что вызвали скорую. И я приехал сюда. Поверьте, это совершенно нерви. Я вот лично так в жизни не болела. И никогда подумать не могла, что я вот в 41 год просто не смогу дышать. И смогу даже элементарно выйти до туалета. Я хочу сказать огромное спасибо всему бедперсоналу. И врачам, и медработникам, медсестрам, санитарочкам. Много говорят слов благодарности. Причина сегодня сказала, какие у вас теплые руки. Я ей говорю, какие они должны быть. И она говорит, ну вот вы нас лечите, поэтому и теплые. Хотелось бы всех попросить, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности, защиты, без необходимостей. Не старайтесь выходить из дома, изолируйтесь. Если вы молодой человек, который сможет, скорее всего, легко перенести данное заболевание, не встречайтесь со своими взрослыми родственниками, со своими близкими. Ограничьте, пожалуйста, общение. Может быть, вы болеете легко, а им придется тяжелее. Те, кто перенес коронавирус сегодня, жалеют лишь об одном, что слишком поздно поняли, насколько он опасен. Что вы пожелаете гражданам? Здоровья, здоровья и соблюдать все эти меры, о которых говорят врачи. Вот на самом деле дистанция, на самом деле маски, на самом деле перчатки. Находитесь все дома. Вот по возможности будьте дома. Не надо никуда сейчас ездить, не надо ездить там за границу или по Союзу. Даже если вы себя хорошо чувствуете, поберегите себя, своих близких. Хочу ко всем обратиться. Сидите дома, по возможности носите маски, меняйте их через два часа. Полощите горло. Не находитесь там, где не нужно находиться. Переждите это время и берегите себя и близких. Очень забавляют случаи, когда слышишь в очереди или в магазине, или где-то среди знакомых, что тяжело дышать в маске, тяжело носить маски, не хватает воздуха. Ребята, это все мелочи, мне кажется, по сравнению с тем, что переносим мы за смену. Уже привыкшие к этим вмятинам, ссадинам, натертостям. Нам тоже тяжело, но мы стараемся ради вас. И вы, пожалуйста, постарайтесь ради нас. Спасибо. В Архангельской области подвели первые итоги пожароопасного сезона. Он длился 144 дня. За это время с 1 мая по 22 сентября произошло 55 лесных пожаров на площади более 370 гектаров, в том числе один лесной пожар на землях Национального парка Водлазерский. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем населения. 63% и грозы – это 31%. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Пинежском и Плесецком районах. Однако при небольшом количестве пожаров территориально наиболее пострадал Лишуконский район. Наличие фонарных столбов не всегда означает наличие самого освещения. Речь про Архангельск. С приходом осени город вновь погрузился во тьму. Как результат, рост числа ДТП в вечернее время и аварийных ситуаций, которых можно было бы избежать. Александр Богданович узнал, насколько люксов тянет уличное освещение в столице Поморья. В кромешной тьме по улице Вельская каждый вечер дети с родителями возвращаются домой из садика или со второй смены из школы. Фонари есть на всех столбах, но горят они только через один. Ситуация не меняется несколько лет. Мы с садика все время ходим здесь. В общем-то не хватает на этом участке освещения. Довольно-таки небезопасно. Ну страшно, да, ходить? Ну страшновато, да. Считаю, что нужно больше фонарей в городе, чтобы можно было спокойно ходить, чтобы не было так же преступлений и прочего, чтобы было можно спокойно пройти с детьми и дети со школы так же, чтобы спокойно возвращались. Темно как на окраинах, так и в центре города. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции проверяем уровень освещенности пешеходного перехода возле Дома книги по улице Чумбарова-Лучинского. В результате проверки установлено, что пешеходный переход не отвечает нормативным требованиям. То есть по итогам измерения здесь установлено 9 люксов. Средняя освещенность горизонтальная проезжей части при норме 10,4 люкса. По данному факту сотрудниками ГИБДД будет направлено представление в администрациях Английска об увеличении освещенности нерегулируемого пешеходного перехода. Потому что сторона, которая находится у Дома книги, соответствует нормам, а сторона, которая у Центробанка, затемненная. Общая ситуация по освещению в городе сложная. Процент горения светильников составляет всего 69%, при том, что должен быть 100. У городмина ответ на эту проблему один – нет денег. Исходя из возможностей бюджета, освещенность улиц останется пока такой, как есть. Но это не значит, что ничего никто не делает. Город производит замену светильников. Именно дополняет светильники. В этом году было порядка 200 светильников обновлено и также были добавлены новые. Однако предпринимаемых мэрией действий мало. Светлее в городе не становится. Чтобы хоть как-то обезопасить себя на темных улицах Архангельска, необходимо вооружиться фонариками или светоотражателями. Александр Богданович, Александр Кузнецов, Регион 29. На этом пока все. Итоги дня в 19 часов подведет Мария Даник. Я же благодарю за внимание и прощаюсь с вами. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова